В этом видео я покажу, как развернуть движок Joomla на хостинге Profit Server. Ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Чтобы начать работу, вам нужно будет зарегистрироваться на данном хостинге. Я уже зарегистрировался. Нахожусь сейчас в панели данного хостинга. Здесь мы видим меню. Кликаем www, потом каталог вебскриптов. Здесь мы можем произвести автоматическую установку движка Joomla. Вот Joomla и вот кнопка установить. Но мы видим, что здесь не последняя версия. И я привык устанавливать старым способом, но зато последнюю актуальную версию движка Joomla. Для этого вам нужно перейти на сайт разработчика joomla.org и скачать последнюю на момент записи видео Joomla 3.9.1 версия. Она у меня уже скачена и приступаем к установке. Кликаем главное, кликаем потом менеджер файлов. Здесь нам нужно найти папку www. Заходим двойным кликом. Здесь у меня есть технический домен. У вас тоже будет свой после регистрации. Заходим внутрь. И вот эти папки файлы выделяем с зажатым шифтом. Нам это здесь не нужно. И нажимаем удалить. То есть сейчас, если я перейду на технический домен, я вижу страницу заглушки. Как раз таки вот эти файлы и папки, в них содержится информация вот о данной картинке, тексте на странице заглушки. Соответственно, если мы эти папки и файлы удалим, нажатием на кнопку вот здесь вот удалить, подтверждаем действие и обновим тестовый домен, то здесь страница эта исчезает. Все правильно. Теперь нам нужно сюда в корень нашего домена загрузить движок Joomla. Для этого мы нажимаем здесь на кнопку «Закачать» и выбираем файл с компьютера. На компьютере находим, куда вы скачали дистрибутив Joomla, выделяем архив с Joomla и нажимаем «Открыть». Дальше нажимаем «Ок». И ждем процесса завершения закачки движка на хостинг. Итак, вот движок загрузился. Теперь нам нужно его распаковать. Выделяем его. И нажимаем здесь на кнопку «Извлечь». На этой странице ничего не делаем. У нас указан верный путь, корневой каталог, к нашему техническому домену. Нажимаем здесь «Ок». И все файлы и папки движка Joomla размещены верно. Архив выделяем с Joomla, он нам здесь больше не нужен. И нажимаем здесь на кнопку «Удалить». Подтверждаем действие. Далее мы должны обратиться к нашему техническому домену. Соответственно, при регистрации. Вот здесь вот находится у вас www.domen. Ваш технический домен. Если мы тестируем данный хостинг, или же вы можете сразу зарегистрировать красивый себе домен. Я обращаюсь к своему тестовому домену. Обновляю страницу. И вижу страницу установки Joomla. Так как это у меня тестовый сайт, поэтому поля я заполняю временными данными. То есть название сайта, title сайта. Если у вас тоже тестовый сайт, можете просто написать «Демо» или сразу заполнить правильно. В любом случае, все эти поля вы можете редактировать уже позднее в админке Joomla, когда у нас все будет установлено. Описание я не заполняю. Email администратора. Проставляю свой email. Login admin. Опять же, Login admin я ставлю только потому, что сайт у меня демо. Но если сайт у меня уже будет рабочий, то, соответственно, в целях безопасности мы не используем логин админ, а используем какое-то уникальное имя. Соответственно, также нужно использовать сложный пароль в целях безопасности. Но я буду использовать простой. Следующий шаг мы нажимаем «Далее». И нам здесь нужно подключиться к базе данных. Но мы с вами ее еще не создали. Поэтому эту страницу, эту вкладку вы не закрываете. И возвращаемся с вами в панель хостинга. Здесь нам нужно перейти к базе данных. Видим, что здесь ничего нет. И нам нужно эту базу создать. Нажимаем на кнопку «Создать». И нам нужно заполнить необходимые поля. Необходимые поля, помеченные красной звездочкой. Имя. Можете как-то английскими буквами назвать свою базу данных. Я назову ее «Федор». Имя пользователя. У меня тоже «Федор». Пароль. Здесь есть такая иконочка. Можете по ней кликнуть и автоматически сгенерируется сложный пароль. На всякий случай куда-нибудь сохранить его на блокнот. После этого мы с вами нажимаем на кнопку «Ок». Наша с вами база данных создана для нашего сайта. Адрес сервера видим localhost. Его и будем использовать. Возвращаемся на вкладку «Установки» нашего движка Joomla. Какие поля здесь нужно заполнять? Имя сервера базы данных оставляем localhost. Имя пользователя. Мы только что создали. «Федор». Пароль, который вы создали только что к базе данных. Имя базы данных у меня «Федор». На этом шаге мы нажимаем «Далее». И если мы с вами все правильно сделали, у нас не покажутся никакие ошибки и покажется вот такая страница. Установка демо данных. Установите демо данные здесь из предложенных вариантов, если вы тестируете и хотите сразу посмотреть наполненность сайта. То есть это предустановленные демо статьи, меню и так далее. Если вы хотите чистый поучить сайт, то вы здесь ничего не трогаете. Установить демо данные в положении нет. Здесь нужно обратить внимание вот на эту колонку. Начальная проверка. Здесь все параметры должны указаны быть в положении «Да». Это говорит о том, что хостинг полностью отвечает всем требованиям движка от Joomla. В остальном здесь мы ни на что больше в принципе не смотрим. Нажимаем на кнопку «Установить». Происходит установка движка Joomla. Соединение с базой данных. Почти все готово. Давайте русифицируем наш движок. Нажимаем на кнопку «Установить языковый пакет». Нам нужно русифицировать как админку, так и фронтальную часть сайта. В самом низу практически есть Russian. Ставим напротив птичку и нажимаем «Далее». На этом шаге. Язык панели управления. Ставим точку напротив «Русский язык». И язык сайта. Также ставим точку «Русский язык». И нажимаем «Далее». У нас практически все готово. Нам остается удалить директорию инсталляции. Это папка в корне нашего сайта. Она была нужна только для установки движка. В дальнейшем она нам на сайте не нужна. Поэтому мы нажимаем на кнопку «Удалить». Через несколько секунд видим надпись на кнопке сменяется «Директория инсталл успешно удалена». И мы можем перейти в панель управления. Панель управления именно уже нашего сайта Joomla. Вписываем логин и пароль для сайта. То есть это у меня админ и легкий пароль. У вас свои данные. Нажимаем «Войти». Заходим в админку. В принципе у нас все нормально. Кроме одной ошибки. Но это даже не ошибка. А предупреждение, что у нас на хостинге используется старая версия PHP. Нам нужно подключить более свежую версию. Это версия 7 и выше. Зачем это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы наш сайт намного быстрее грузился и не выдавал каких-либо ошибок. Как изменить версию PHP? Она у нас меняется в панели хостинга. Возвращаемся на хостинг. Переходим с вами здесь вот в PHP. То есть если у вас вот так вот свернуто, кликайте в www, нажимаете потом PHP. Видим, что здесь у нас стоит зеленая птичка напротив версии 7.2.11. Мы с вами возвращаемся в www.domene. Заходим в наш домен двойным кликом. Вот здесь вот видим версию режима работы PHP модуля Apache. Мы здесь выбираем «ГГИ» и нажимаем «Ок». Видим напротив нашего домена. Теперь вот здесь у нас версия PHP 7.2.11. Но нам нужно это увидеть именно в админке сайта. То есть у нас должно вот это сообщение красное, оно исчезнуть. Обновляем страницу админки. Видим, что сообщение исчезает. Теперь у нас все хорошо. Также можете погулять по сайту, перейти на фронтальную часть сайта. Видим тестовый шаблон «Протастар» от Joomla бесплатный. Видим, что никаких ошибок нет. Все в порядке. На этом урок закончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok